Здравствуйте! Меня зовут Андрей Лобанов. В эфире специальный выпуск новостей, посвященный главному празднику страны, 9 мая, Дню Победы. Поздравляю всех наших ветеранов и телезрителей с праздником! А теперь о новостях. Ветераны городского округа. Люберцы принимают поздравления с самым главным для них праздником. 9 мая – дата, которая навсегда в сердце каждого из них. Как встречал День Победы ветеран Великой Отечественной войны Авдеев Игорь Павлович, покажут мои коллеги. Свой парадный китель с орденами Игорь Павлович Авдеев надевает только по особым торжественным случаям. Сегодня как раз тот самый день, когда можно в очередной раз порадоваться победе и вспомнить, что предшествовало этому счастливому событию. Мы жили в Вишняках. Меня призвали в армию 18 ноября 1943 года. А 18 лет мне исполнилось 2 октября. Я попал в снайперское училище. В 1944 году Игорь Павлович получил ранение и был демобилизован. По возвращении домой поступил в Люберецкое ремесленное училище. Нынешний техникум имени Гагарина. А в 1952-м женился. С супругой Станиславой Петровной идут рука об руку уже 71 год. В их семье 9 мая – самый долгожданный и священный праздник. Мы всегда на каком-то подъеме. Мы горды за нашу родину. За то, что мы пережили. Мы пережили. Понимаете, это все. Мы пережили голод, мы пережили бомбы, нас бомбили. Я жила в Плющево, около железной дороги. И жила девочкой. И нас бомбили очень жестко. Это самый большой праздник. Самый, понимаете, это... Ну, как объяснить, я даже не знаю. Как можно сказать, что большего праздника нет. Самый большой праздник. Потому что наша жизнь, вот нашего поколения прошла. Все, война. Все. Каждый год семья Авдеевых принимает в этот день гостей. На этот раз с поздравлениями и наилучшими пожеланиями их навестил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Только здоровья. Спасибо. Поддержки такого крепкого семейного союза. Спасибо. Мы очень рады познакомиться с селами. Давайте знакомим. Супруги Авдеевы рассказали главе округа о своей семье. Они вырастили сына, воспитали внуков. Сейчас получают от них заботу, любовь и внимание. Гордятся, что оставят после себя достойное поколение. Внуки, которые любят страну, которые преданы России. Понимаете, которые дадут стране результат. За которых не стыдно перед руководством. Которые всегда хвалят. Луиза и Газарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С каждым годом их остается все меньше и меньше живых свидетелей, историй и героев, благодаря которым была достигнута победа. Сегодня в городском округе Люберцы проживает 35 участников Великой Отечественной войны. Мои коллеги побывали в гостях у одного из них, Серафима Ивановича Троицкого. Наш 1-й Украинский фронт под командованием Конева бросили освобождение Праги. Вот встреча на Эльбе была. С американцами встречались. Судьба Серафима Троицкого словно сюжет исторической военной драмы. Будучи 12-летним сиротой, он при эвакуации Одессы случайно попал на фронт. Вышел из эшелона, потерялся. Параллельно шли советские солдаты, которые окрестили его сыном полка и забрали с собой. Так у совсем юного мальчишки начался боевой путь. В одном из боев погиб кто-то в экипаже. И он заменил бойца и стрелок-радист. Оказался какое-то время. И так вот с воинской частью продвигался сначала на восток, потом на запад. Освобождали Украину, Польшу, Берлин. К сожалению, как, наверное, все ветераны, не особенно он об этом рассказывал, но пытались выяснить, узнать. В этом году Серафиму Ивановичу исполнится 92 года. Из-за перенесенной болезни у ветерана начались проблемы с ногами. Теперь передвигаться по дому станет намного удобнее благодаря креслу-коляске. Вот мы узнали о необходимости этого оборудования пригодиться. Конечно. На даче летом. Серафим Иванович, ну в любом случае мы на позитиве. Главное эмоционально, чтобы были с улыбкой и все остальное. Вся эта хворь все отступит. Спасибо вам большое. Вам набираться только здоровья, чтобы в дальнейшем мы приехали и уже видели, что вы окрепли и все хорошо. Желаю им счастья и здоровья больше. И с наступающим праздником, Днем Победы, 9 мая. Луиса Эгия, Сырян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В поселке Томилино сейчас проживает всего три фронтовика. Среди них медсестра Ивако-госпиталя Ольга Ивановна Волкова. В преддверии Дня Победы участницу Великой Отечественной войны поздравил глава округа. Тему продолжит Богдан Колесников. Ольга Ивановна родилась в старинном русском городе Ельце. На пятерке окончила 8 классов и ее без экзаменов приняли в медицинский техникум. Но доучиться было не суждено. С июля 41-го Елец постоянно подвергался бомбардировкам. На вокзале стоял эшелон с ранеными. Нас взяли девочек помочь перевязывать раненых, свет Техникова. А это фронтовой Ивако-госпиталь. Фронт стал продвигаться, и нас не отпустили. Из Ельца военно-санитарный поезд отправился в августе 43-го. Следующая остановка – под Курском, где шло крупнейшее сражение, которое отличалось не только большим размахом и чрезвычайным напряжением, но и огромными потерями. 16-летней медсестре Ольге Волковой каждый день приходилось уносить раненых бойцов с поля боя, попадая под обстрелы. После окончания Курской битвы эшелон двинулся по направлению к Белоруссии. Потом мы подъехали к границе Польши, а там бои идут. Комендант наш вагон открывает и говорит, девочки, раненых полно. Мы бежим, снаряды, пули, а мы бежим. Четверых перевязала, пятого стала перевязывать, и мне прям пули в ногу попало, кость пробила. Военно-санитарный поезд, в котором служила Ольга Волкова, дошёл до Берлина. На поверженном Рейхстаге Ольга Ивановна оставила свою подпись. Долгожданный День Победы помнит, как вчера. Раненые все выскочили с палат. Нас, девчонок, все стали кверху поднимать. Кто плачет, кто кричит, кто поёт. Это было вообще необыкновенно. Стреляли, пули, все вот эти снаряды вверх били. Вообще страшное дело было. Ну и зато радостное было такое. Я приехала с войны, у меня седые волосы были, а мне только было 19 лет. Парадный пиджак Ольга Ивановна надевает только в День Победы. Его украшают десятки орденов и медалей. Но для ветерана главная награда – задоблестный труд в Великой Отечественной войне. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы проходят патриотические мероприятия, посвящённые Дню Победы. Праздничные концерты и встречи организованы не только в учреждениях культуры, но и рядом с домами, где живут ветераны. Наша съемочная группа отправилась к героям с творческими агитбригадами. Георгиевская лента на фасаде – знак того, что в этом доме живёт ветеран. Побратимов 17 – адрес Бодровой Марии Ивановны. Сегодня она, как и все представители героического поколения, вспоминает тот самый май 45-го. На трёх вокзалах, когда наша электричка подошла уже к Москве, мы видим, все кидают шапки, фуражки, кричат «Ура! Мы победили!» А мы ещё не знали. Мы в поезде ехали. И все обнимались, целовались, радовались, плакали. Ну и мы в том числе тут восприняли это всё, что мы победили, мы победители. Эти чувства, радость и гордость за победу Мария Ивановна пронесла через всю свою жизнь. И сегодня она снова в полной мере ощутила этот праздник. Ей, бадайцу, на дальнем пограничье, от Катюши передай тебе. Мы желаем только добра, душевного спокойствия, тепла, чтобы вас окружали только родные, близкие. Ну и, конечно же, все люди, которые знают. Спасибо вам огромное, низкий потлон за то, что вы сделали. Виновница торжества, в свою очередь, тоже подарила всем собравшимся музыкальное произведение. Затем они все вместе исполнили главную песню этого праздника. В этот день победы, порохом пропад. Знаменитая песня звучала и в посёлке Красково под окнами Алексея Петровича Сучкова, участника Великой Отечественной и Советско-Японской войн. В то время, как он наблюдал за выступлениями агитбригады, к нему зашёл в гости глава округа Владимир Волков. Только желаем вам здоровья, чтобы следующий год мы вместе отметили, сто лет мы вместе договорились, вот через рукопожатие закрепили. Мобильный творческий агитбригады принесли атмосферу праздника в каждый двор, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. В городском округе Люберца осталось 35 героев, которые подарили нам победу. Луиза и Геозырян, Пётр Пановаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. Ещё раз всех с праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова